Всем привет! Это новый выпуск блога ПокерДом. Привет! Начнем с самых нашумевших новостей. Игроки размышляют, зачем успешные покеристы выходят на ринг и устраивают кулачные бои. Недавно стало известно, что Оливье Бускет и Джейси Альварадо договорились провести в следующем году бой ММА. Игроки будут биться за шестизначную сумму. Такое в покере происходит уже регулярно. Напрашивается вывод, что такое увлечение кулачными боями может быть спровоцировано желанием игроков заняться своим телом. Или чужим. На ПокерДом прошел турнир Сандэй Чэнс. Победителем стал Попков 87. Его приз составил более 200 тысяч рублей. Вот везунчик. А общий призовой фонд всего турнира – 1 миллион рублей. А команда ПокерДом продолжает вести свои блоги. Там ребята делятся интересными моментами из своей жизни. Приглашаем и вас посмотреть эти блоги по ссылке. Руководитель службы в поддержке Алена, к примеру, сходила в боулинг. Правда, она в шутку признает, что это, конечно, не покер, но тоже позволяет хорошо провести время. Также известны итоги главного события турнира мировой серии покеров казино Цепи Хамонт с бай-ином 1675 долларов. Среди без малого полторы тысячи участников победил молодой покерист Кшиштоф Стиваневич. Призовой фонд турнира составил 356 тысяч 43 доллара. Удивительно, но Кшиштоф в юности даже не подумывал о покере. А еще он длительное время был неудачником в игре. После нескольких лет участия в турнирах он лишился почти всего своего банкрола. В финальной раздаче против опытного и сильного игрока Джо Кеттера Стиваневич выиграл весь свой стэк с парой валетов. У этого события был рекордный призовой фонд – 2 миллиона 64 тысячи долларов. Впечатляюще! За это стоило побороться. А вот минимальная выплата турнира была 2766 долларов. Игроки Джон Джуанда и Дженнифер Харман теперь будут входить в зал славы покера. Церемония состоялась в Биньонс Гэмблинг Холл 6 ноября. Эти покеристы – одни из самых ярких из всего списка номинантов 2015 года. В городе Рено, штат Невада, провели серию «Run It Up». В главном событии за 565 долларов одержал победу молодой покерист Ник Агилера. Борьба продолжалась три дня. Игрок получил приз в размере 42 830 долларов. Еженедельно Global Poker Index предоставляет список лучших турнирных игроков. Для этого используется специальная формула, которая рассчитывает результаты игроков за 6 полугодовых периодов. Лидером рейтинга по миру стал игрок Байрон Каверман. А вот среди россиян лучший – Владимир Трояновский. А мы желаем вам всегда держать руку на пульсе покерных событий. И чтобы ваша игра всегда была захватывающей, помните, что нельзя недооценивать человека до тех пор, пока не видишь все его карты. До новых встреч. Пока-пока.